Здравствуйте! И сегодня мы расскажем о правилах не только для детей, но и для родителей. Ведь соблюдая правила, ваш ребенок не получит травму, а возможно эти правила спасут ему и жизнь. Уважаемые родители, объясните своим детям, что в марте и апреле запрещено гулять по замерзшим водоемам и объясните почему. Объясните, что в любую минуту лед может треснуть и ребенок может провалиться. Кроме того, донесите до детей, что категорически нельзя кататься на льдинах. Она может унести ребенка по течению реки и расколоться прямо под ним. Что еще страшнее? Для наглядности подведите ребенка к замерзшей реке и бросьте камень. И тогда он будет знать, что случится, если ему вздумается затевать игры на тонком льду. Научите его, что прочность льда ни в коем случае нельзя проверять ударом ноги, только палкой. Если наступила крайняя необходимость передвигаться по льду, идти следует по уже проложенной тропе. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность льда кустов, травы, а также в местах, где быстрое течение, где вливаются сточные воды промышленных предприятий. Там лед очень тонкий. Нельзя кататься на санках с горки, спуск которой ведет в замерзшую реку или озеро. Также объясните, что весной опасно ходить вдоль различных зданий. Часто с крыш домов падает снег и сосульки, которые наносят серьезные травмы. Доведите до детей, что запрещено садиться в чужие машины и разговаривать на улице с посторонними людьми, даже если они представились друзьями родителей. Нельзя открывать двери незнакомцам, играть с опасными веществами и электроприборами, подходить к бездомным животным. Весной школьники начинают кататься на велосипедах, роликовых коньках. Родители обязаны напомнить правила дорожного движения, как правильно ездить по городу, переходить дорогу. Если дети идут гулять в парке, то перед походом расскажите, что в парковых зонах запрещено поджигать траву, лазить на деревья. Безопасность на каникулах – это чрезвычайно важный аспект отдыха. Именно поэтому дети в обязательном порядке должны быть знакомы с основными правилами поведения. Учитывайте данную информацию и смотрите рублику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен.